Спутник к опернику Sentinel-5P зафиксировал увеличение дыры в озоновом слое, когда пролетал над Антарктидой. К концу сентября ее площадь составила 26 млн кв. км. Для сравнения, в 2018 году ее размер составил около 23 млн кв. км. Метеорологи связывают такие сильные изменения с выбросами хлорфтороуглеродов. При их попадании в атмосферу они расщепляются на хлор, который, в свою очередь, пагубно влияет на озоновый слой Земли. В 1985 году ученые зафиксировали истощение всего лишь в тысячу километров. За 35 лет площадь бреши увеличилась в разы. Также подобные явления возникают не только в Антарктиде, но и в других местах. К примеру, были известны случаи, что такие бреши в озоновом слое появлялись и в Сибири, и на севере Канады. Этот слой, вот я говорил, он обеспечивает жизнь на Земле, потому что поглощает губительную ультрафиолетовую радиацию. И здесь есть одна особенность. В последние годы обнаружено, что все-таки озона становится в стратосфере меньше. Возникать стали так называемые озоновые дыры. Что это означает? Это означает, что концентрация озона уменьшается до 40 примерно процентов. То есть очень существенные изменения озона. И это, главный образом, происходит в Антарктиде. Во время зимы Антарктида становится изолированной в циркуляционном плане от остальной атмосферы. То есть вокруг нее возникает циркумполярный вихрь, который не пропускает другие воздушные массы с более низких широт. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот этот озон, который там находится, он начинает химию, постоянно работает химические реакции в сфере. Он начинает погибать, этот озон, исчезать. И там тем более образуются так называемые серебристые облака. Это облака водяной пары, другие примеси наверху, так сказать, на больших высотах. И вот этот процесс в отдельные годы может приводить действительно, по сути дела, к страфическим, так сказать, событиям. Озоновый слой Земли образовался миллиарды лет. Это был очень долгий период эволюции, когда благодаря фотосинтезу первых растений начал появляться кислород. Он под воздействием ультрафиолетового излучения преобразовался в покров толщиной в 2 сантиметра. Вся проблема в том, что слой нестабилен. Его разрушают вулканические выбросы парниковой газы, а также выбросы хлоро-фтороуглеродных соединений. Восстанавливается озоновый покров медленно и только летом, поскольку для его образования требуется озон и ультрафиолет. Озоновый слой находится в стратосфере на высоте в 15-30 км и поглощает часть наиболее опасного и жесткого излучения, смертельного для людей, животных и растений. Озоновый слой, эволюция, это очень долго он создавался в природе. А если его убрать, то вот солнечная радиация, она включает в себя три таких больших спектральных участка. То, что мы сами на себе ощущаем, это так называемый видимый участок. Здесь он только полезен для нас. Есть инфракрасовый участок, там длинноволновое излучение. Но вот жесткое, так называемое, кратковолновое излучение, ультрафиолетовое, оно только губительное. Губительное для человека, для растений, для всего. Опираясь на Монреальский протокол, который был подписан в 1987 году, метеорологи утверждают, что озоновый слой должен восстановиться к 2050 году. Но из-за колоссальных выбросов веществ в атмосферу трудно спрогнозировать, когда дыра полностью исчезнет. Поддержание озонового слоя – первостепенная задача. Если допустить его разрушение, то это повлечет за собой необратимые последствия для жизни не только людей, но и всей планеты. Николай Осуховский, Фариза Хитаглы, Универньюз.